Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль. Начнем с главных тем. Весенняя погода идет на Алтай. Прогнозы синоптиков в нашем выпуске. Лихорадкой деньги заболели двое жителей Алтайского края, которые вернулись из Таиланда, переносчики болезни Комары. На нашем телеканале стартовал проект Хачун на Катунь24. Любой желающий мог прислать свое резюме и попасть на стажировку. И в начале выпуска коротко о погоде. Мощная волна тепла идет в Алтайский край. По прогнозам синоптиков, уже в пятницу и субботу столбики термометров в отдельных районах покажут около нуля градусов. А вот сегодня днем в регионе минус 11, минус 16 градусов. В предгорьях теплее, минус 1, минус 6. Осадков не ожидается. Продолжаем выпуск. Снимками кровавой луны в соцсетях делятся жители краевой столицы. Редкое астрономическое явление можно было наблюдать накануне. Чтобы лучше разглядеть спутник Земли, на нескольких площадках Барнаула установили телескопы. Астрономическое явление ученые называют «голубой кровавой луной». Совпали сразу три момента. Это полнолуние, затмение, при котором диск спутника окрасился в багровый цвет. И суперлуние – это максимальное сближение Земли с ее спутником. Подобное явление можно будет наблюдать в 2037 году. А вот ближайшее полнолуние, полное лунное затмение, увидите уже летом. Особенность летнего в чем будет заключаться? Во-первых, оно будет по времени не сильно далеко от противостояния Марса. Про Марс вы знаете, что красная планета, значит, а так как противостояние, она будет достаточно яркая. Лунное затмение полное – это, как правило, тоже красная луна. Ну и, соответственно, летом, если быть более точным, в июле, на небе нас ожидает два красных светила. Одна из площадок, где установили мощный телескоп, корпус педагогического университета. Возле вуза собрались школьники, студенты, преподаватели, останавливались и прохожие. Вы только что посмотрели на затмение. Расскажите о своих впечатлениях. Ну здорово, так-то плохо видно, когда приблизительно, прям близко, хорошо, понравилось. Сейчас краснеть будет очень интересно. Даже интереснее, наверное, чем детям, которые мало что понимают пока. Интересно, потому что не видели, никогда не смотрели. Все вот только с Земли, без увеличения. Ну вот сейчас увеличили, хотим посмотреть еще. Это мы сейчас наблюдаем тень от Земли на Луне. Ну и на самом-то деле мы сейчас пытаемся смотреть в телескоп, что там живут лунные зайцы, и они с темной стороны Луны перебегают на светлую сторону. Вот сейчас посмотрим. Ну я вот точно первый раз видел, там были зайчики. Вроде как остальные не видят, не знаю почему. Впечатление прекрасное. Луну близко увидеть, приятно. Это наш ближайший спутник. Наверное, что-то волшебного не произошло. Первый раз, конечно, смотрел на Луну. Ну, с нашими технологиями, конечно, я думаю, в ближайшем будущем мы больше сможем видеть. И Марс. Вот, допустим, здесь будем стоять, будем смотреть на Марс. Я надеюсь, что не все наши телезрители увидели вчера зайцев на Луне. А к другим темам. Лихорадкой деньги заболели двое жителей Алтайского края, которые вернулись из Таиланда. Это переносчики комары. Симптомы болезни – высокая температура, головная, мышечная боли, сыпь. Приснаки проявляются через 3-14 дней после укуса инфицируемыми насекомыми. Эту лихорадку привозят также из Индонезии, Китая, Японии, Вьетнама, Индии и Африки. Она может быть и более тяжелой, когда сопровождается сильными внутренними кровотечениями. Известны случаи летального исхода. Но, как правило, болезнь проходит через 8 дней. Медики предупреждают, в случае обнаружения первых симптомов по возвращению с азиатских стран, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Препарата, действующего на причину данной болезни, нет. Но есть лекарственные препараты, которые позволяют улучшить самочувствие пациента, быстрее вернуться в состояние здоровья. Специфической профилактики нет существует. Это факт. Значит, активно использовать и не забывать. Использовать средства не специфической профилактики, а в частности, репелленты. Регулярное использование репеллентов, согласно инструкции к их применению, позволит защитить себя от присасывания комаров. Периодически, так, один в случае в два года мы регистрируем малярию. Тоже завозные случаи, связанные либо с туризмом пациентов, либо с контрактной формой работы. Двенадцать случаев гибели детей во время купания. Столько было зафиксировано летом прошлого года на водоемах края. Как предотвратить трагические случаи? Теперь этому учат оказывать первую помощь. В регионе стартовал проект «Безопасное лето». Все подробности в материале Владислава Кириенко. Девять мальчиков и три девочки. Все несовершеннолетние. Они утонули в реках и озерах, расположенных в сельской местности. В большинстве случаев дети погибли в местах отдыха, которые для купания не подходят. Надо понимать, что в Алтайском крае водные объекты, реки, река Катунь, река Чирыш, река Ануй, они достаточно опасные реки. И они реки с меняющимся дном, с коряжестым дном, с глубоким дном, с течением достаточно сильным. И вот эти все факторы, особенно в июне-июле, обеспечивают очень высокий риск гибели и утопления детей. Чтобы трагических случаев было меньше, некоммерческие организации региона совместно с государственными органами запустили проект «Безопасное лето». В симуляционном центре Алтайского медуниверситета студентов из сельской местности учат, как оказывать первую помощь пострадавшему на воде. Это непрямой массаж сердца и сердечно-легочная реанимация. Занятия ведут преподаватели-реаниматологи. Курс рассчитан на два часа. Мы планируем, что каждый студент, который участвует в данном проекте, в течение двух часов, как я уже сказала, максимально, это практическая часть, он проходит данный курс. Но в среднем, то есть теории получается, ну, наверное, астрономически минут 20-30, да, и полтора часа. Действительно, у детей есть возможность отработать этот навык на симуляторах. В проекте «Безопасное лето» участвуют 20 районов края, где несчастных случаев было больше всего. Среди них Бийский, Тольменский и Смоленский. Также на территории каждого района, участвующего в проекте, создадут родительские патрули на местах купания и спасательные посты. Владислав Кириенко, Антон Червяков. Новости. После обучения сразу на работу. Алтай-Кокс открыл учебный полигон для студентов Заринского политехнического техникума. Там они смогут узнать все тонкости работы слесаря, контрольно-измерительных приборов и автоматики. Те, кто себя проявил, будут в поле внимания будущих работодателей. В учебном классе установили современный лабораторный стенд. Он оснащен электроникой, которая применяется на заводе. Так что студенты, можно сказать, полностью смогут погрузиться в профессию. В течение года в учебном кабинете также установят экран и проектор для просмотра видеоуроков. Добавлю, с Заринским техникумом Алтай-Кокс сотрудничает уже четвертый год. Мы уже присматриваемся к тем, скажем так, сливкам, которые необходимы на площадке. И сразу после окончания каждый студент востребован на площадке, и мы его забираем. И вот если говорить про цифры, то порядка 30, наверное, процентов общего подбора за год – это выходцы или выпускники Заринского политехнического техникума. Инсерт, хрипун и петличка – эти понятия журналисты используют в речи несколько раз в день. Но те, кто не связан с профессией, не понимают, о чем мы говорим. Расшифровать и понять смысл загадочных слов сможет один из участников нашего проекта «Хочу на Катунь-24». В чем его суть? Любой желающий мог прислать там свое резюме и попасть на стажировку. Сегодня и сейчас в режиме реального времени идет отборочный тур. «Хочу! Хочу! 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 Хочу!» На почту телеканала пришло более 100 писем с резюме. Редакция пригласила на собеседование самых ярких. В кастинге участвует 45 человек. Сегодня они проходят несколько этапов. Самопрезентация, выполнение творческих заданий. На стажировку пригласят лучших. Из них выберут победителя, который станет частью нашей большой творческой команды. Кто это будет, узнаем совсем скоро. Следите за проектом в эфире телеканала, на сайте и на страничках «Катунь-24» в социальных сетях. А сейчас хотелось бы поздравить с днем рождения наших коллег. «Катунь-ФМ» сегодня исполнилось 7 лет. С чего все начиналось и какие акции празднику подготовила команда радиостанции, расскажем далее. Семь лет в эфире, 16 выпусков новостей в день и около 20 оригинальных программ. Это радио «Катунь-ФМ». Подъемная сила и приветливое настроение заряжают позитивом с утра. В обед из радиоприемников звучат самые свежие новости. А вечером вместе с ведущими вы подводите итоги дня. На одной волне со слушателями 24 часа. Здравствуйте, в студии Татьяна Ветрова с обзором основных тем. Еще в 2011 году на волну радиостанции могли настроиться только в Барнауле. С нового года «Катунь-ФМ» звучит в 32 районах края. За 7 лет прошли достаточно большой путь. И теперь мы полноценное краевое радио. А когда добавилось к 18, которые у нас уже были еще 14 населенных пунктов, плюс получается 32 населенных пункта. То есть мы краевое радио с большой буквы. В день рождения принято получать подарки. Но журналисты «Катунь-ФМ» уже по традиции решили дарить их сами. Всю неделю в эфире ведущие разыгрывали билеты на каток. А еще запустили акцию «Семь добрых дел». Каждый из нас, у нас коллектив 7-8 человек, и мы будем, каждый из нас, совершать какие-то хорошие поступки. К примеру, журналисты помогут пожилым почистить снег, наколоть дрова, проведут необычный урок в школе. Эта акция продлится несколько месяцев. И, как говорят ведущие «Катунь-ФМ», для них это главный подарок на день рождения. Не только слышать благодарность от радиослушателей, но и видеть их улыбки. Анастасия Романова, Анжелика Келлер, Алексей Шаульский. Новости. И еще немного приятных новостей. Наш земляк, Барнаулец Михаил Миломед, проведет первый матч в качестве действующего комментатора телеканала «Матч ТВ». Это будет игра английской премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Хадерсфилд Таун». Трансляция пройдет на канале «Матч Футбол 1» 3 февраля в 22.00 по местному времени. У Михаила будет напарник, комментатор Тимур Журавиль. Напомню, Миломед стал одним из победителей всероссийского конкурса комментаторов «Матч ТВ». Лучших определили при помощи зрительского голосования в социальных сетях. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте katun24.ru, а также в социальных сетях нашего телеканала. Оставайтесь с нами.